Сегодня мы нарисуем большой расписной новогодний шар. Нахожу середину страницы, так как мой шар будет располагаться ровно в центре. За основу для рисунка я возьму вот эту фотографию. По ссылке под видео вы сможете найти ее в большом размере. Чтобы было проще прорисовать его форму, подберите какой-то подходящий по размеру круглый предмет. У меня будет вот такая крышечка. Обвожу ее простым карандашом и дорисовываю сверху выступающую верхушку вместе с металлическим креплением шарика. Добавляю петельку. К ней будет привязан бантик. В некоторых местах лента повернута к нам прямо и мы видим всю ее ширину, а в некоторых местах она развернута в профиль и нам видна только ее толщина. В качестве контура для рисунка я буду использовать цветной карандаш. Этот оттенок у меня называется темная сепия. Обвожу им все элементы рисунка. Простой карандаш стираю клячкой. Кроме того, она уберет излишки цветного карандаша и наконечники маркеров так прослужат дольше. Мой шарик будет синего цвета. Для этого мне понадобится три оттенка. В среднем намечаю чуть левее круглую область. Это будет область света. И начинаю закрашивать пространство вокруг нее. Желательно это делать по форме шарика, такими круговыми штрихами. В нижней части, а также справа вдоль контура необходимо оставить незакрашенную тонкую полоску. В верхней части шарика, возле крепления, оставляю также небольшой незакрашенный участок. Теперь светлым оттенком синего закрашиваю все белые области. У меня довольно большой контраст между светлым и средним синим, поэтому не так-то просто будет добиться плавного перехода между ними. По влажной поверхности добавляю еще немного среднего оттенка, а потом сразу опять светлым, пока бумага еще не высохла. Полоску вдоль контура закрашиваю также светлым маркером. Эта область называется рефлексом. Самым темным синим прорисовываю собственную тень шарика. Она имеет форму такого полумесяца. Растушевываю ее края при помощи среднего синего. Добавляю более темные места сверху шарика и тень внизу под металлическим креплением. На саму железку добавляю самый светлый серый, оставляя незакрашенным только один язычок с левой стороны, откуда падает свет, и всю верхнюю площадку, которая тоже хорошо освещается. Теперь средним серым сильнее утемняю правую сторону и кольцо под бантиком. То же самое и с темным серым. Для бантика буду использовать три оттенка красного. Сначала средним закрашиваю места более затемненные, а более светлые оставляю пока белой бумагой. КОНЕЦ Светлым оттенком красного. Теперь прохожу сверху и закрашиваю весь бан целиком. КОНЕЦ Темным красным добавляю самые глубокие тени. КОНЕЦ Предыдущим оттенком сглаживаю резкие переходы. По наиболее светлым местам на ленте прохожу сверху еще блендером. Так как металлическая поверхность очень хорошо отражает все, что находится рядом с ней, то добавляю на нее со всех сторон вот такие отражения рефлексы от банта. То же самое и с поверхностью самого шарика, хотя она и не такая блестящая как металл, но яркие красные рефлексы от лент оживят ее и сделают весь шарик более реалистичным. Чтобы они не были слишком резкими, можно их немного размыть при помощи светлого оттенка самого шарика. Блендером поправлю еще контур шарика, где на него слишком напыл цвет ленточки. Теперь зарисую весь шарик блестящими завитками, как на этом референсе. Для этого сначала нужно прорисовать более темную базу. Использую для этого темный серый, а в тех местах, где он сливается с фоном, добавляю уже самый-самый темный серый, почти черный. Так как шар объемный, то ближе к краям форма завитков искажается и заворачивается вокруг шарика. Поверх темных завитков белой ручкой добавляю много-много мелких точек. На темном фоне они смотрятся наиболее контрастно и создают иллюзию блеска. Получаются такие завитки из мелких блесток. Теперь добавлю мелкие блики на сам шарик. А вокруг больших блестящих завитков прорисую еще такие маленькие белые узоры. Получается настоящая роспись по новогоднему шарику. Играет музыка. Последним штрихом можно еще придать белым блесткам немного цветного оттенка, но очень аккуратно, легкими касаниями, чтобы не смазать белую ручку. Я использовала желтый и сейчас еще добавлю розовый. А вот и готовый шарик. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...